В Ялте прошло соревнование по синхронному плаванию, и об этом мы поговорим с Викторией Шевченко. Она прямо на связи со студией. Вика, доброе утро! Какие результаты состязаний и как развивается такой вид спорта на южном берегу Крыма? Доброе утро, коллеги! Об этом красивом виде спорта, о прошедших соревнованиях мы поговорим с тренером, с мастером спорта по синхронному плаванию Жуликовой Анастасией. Анастасия Николаевна, доброе утро! Доброе утро! Расскажите нам, пожалуйста, что это были за соревнования, и вообще мы сейчас поговорим об синхронном плавании, о виде спорта, который, наверное, новый на ЮБК. Смотрите, да, 22 декабря у нас прошли соревнования по плаванию. У нас два направления, которые мы развиваем. Плавание и синхронное плавание. Вот синхронное плавание – это абсолютно новый вид спорта на южном берегу. Нет ни в Ялте, ни в Алуште этого вида спорта. Вот мы с октября месяца развиваем данный вид спорта. С кем вы занимаетесь? Мы приглашаем детей от 4 лет, мальчиков и девочек. И как много у вас учеников? Сейчас немного учеников, но мы вот стараемся набрать как можно больше. Сейчас около 10 человек. А база где вы занимаетесь? Мы занимаемся в поселке городского типа, в Гурзуф, на базе санатория. А вот как вообще обстоит дело с синхронным плаванием у нас, вот в России? Как бы он очень популярный, этот вид спорта? Очень. Как сделать, чтобы в Крыму? Потому что я считаю, что, наверное, Крым, Южный берег, он создан для того, чтобы здесь плавали. Конечно. Помимо того, что дети находятся на берегу, они должны обладать необходимым жизненным навыком, умением плавать. Абсолютно все, потому что это не повредит. А синхронное плавание – это более у нас профессиональное направление. И синхронное плавание развито достаточно. В Крыму есть секции в Евпатории, в Севастополе и в Симферополе. Вот сейчас, с октября месяца, мы развиваем в Ялтинском регионе. И как перспективы Ялты? Мы сможем выдвинуться, мы сможем стать? Мы надеемся, да. Мы ждем, конечно, база. Вот 25-метровый бассейн должна быть выстроена в Ялте. Возможно, там, также в Алуште, Крымский строит бассейн 50 метров, олимпийский. Вот поэтому мы, конечно, планируем развиваться профессионально в этом спорте. К каким соревнованиям вы сейчас готовитесь? Что ближайшее у вас? Смотрите, если брать направление наше плавание, то мы готовимся 7-9 февраля, первенственный чемпионат по республике Крым по плаванию. Проходят они в городе Евпатории. Вот. Синхронное плавание мы планируем выступать, но еще дети еще года не занимаются, мы еще готовимся, посмотрим. Эти соревнования по синхронному плаванию будут 27-го в конце мая, вот чтобы там... Также они будут здесь у нас в Крыму проходить? Да, да, в Евпатории. То есть крымские, а на материк туда, на всероссийские соревнования вы готовы участвовать? Мы хотим, но надо хотя бы, если по синхронному плаванию, хотя бы года 2-3 еще позаниматься. Вы давно тренера, Настасья Николаевна? У меня опыта педагогическая работа около 18 лет. Если брать полностью весь опыт работы с детьми, опыт работы в детской и юношеской спортивной школе тренером по синхронному плаванию, потом я развивалась в фитнес-индустрии на протяжении 8 лет, обучала детей плавать разных возрастов, от двух месяцев до не только детей, детей и взрослых. Поэтому опыт достаточно большой и соответствующее образование физкультурное. И охотно, я так понимаю, дети охотно идут в вашу студию заниматься? Конечно, конечно, да, очень нравится. У нас очень много уже фанов, которые привержены нам и вот именно этому виду спорта. А как вот вообще ребенок решает, что он пойдет? Ну не ребенок, я понимаю, родители. Вот как они приходят и говорят, мы не плаваем, мы именно хотим синхронное плавание? Вы знаете, это новый вид спорта и мы пытаемся его еще показать и развивать. Вот так вот на соревнованиях 22 декабря, которые у нас прошли, мы приглашали показательные выступления девочек из Симферополя. Вот таким образом мы тоже делаем такую свою образу рекламу, показываем, что это за вид, потому что многие не знают, что это за вид спорта. Ну это действительно, это очень, Анастасия Николаевна, спасибо за то, что вы пришли к нам, сегодня рассказали. Это действительно очень красивый вид спорта. На него смотреть, это просто увлекательно. Я знаю, что он очень довольный и тяжело в нем заниматься, но в итоге мы получаем красоту, грацию и все это в воде. Это как раз то, что, наверное, нужно нам здесь деткам на южном берегу Крыма. Да. Коллеги, я передаю вам слово, что интересного сегодня у вас, какие гости. Большое спасибо, Виктория. Желаем вам отличного настроения, добрых новостей. Напоминаю, на связи был корреспондент или радиокомпании Крым Виктория Шевченко. Продолжение следует.